Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембето. Как часто выставив стоп-лосс, вы наблюдали за тем, как цена его цепляла, после чего разворачивалась и шла в вашу сторону, но уже без вас. И вы с раздражением смотрели на недополученную хорошую прибыль. Если эта история про вас, то смотрите видео, потому что сегодня я покажу вам как обходить эти волчьи ямы и не попадать в ловушки, убивающие депозит. Прежде чем продолжим, предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован, поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. В первой части расскажу о тех ошибках, которые гарантированно приводят к потере депозита. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить, как часто в своей торговле вы допускаете критические ошибки в выставлении стоп-лосса. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста и вы узнаете, стоит ли вам переживать за свой депозит. Те, кто захочет улучшить результаты теста, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать» на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Некоторые трейдеры не выставляют стоп, говоря, что те слишком часто срабатывают и выбивают их из сделки. Но если стопы часто срабатывают, то это означает только одно – вы неверно определяете уровни, за которые их выставляете. Если мы покупаем или продаем в расчете на движение цены в нашу сторону, но не ставим ограничения для убытка, то тем самым берем на себя риск потерять весь депозит. Ведь цена может идти против нас достаточно долго и деньги кончатся раньше, чем развернется цена. Поэтому, если не ставите стоп, значит вы не хотите брать на себя ответственность за результат сделки, а хотите, засунув голову в песок, положиться на удачу. Но биржа не казино и здесь полагаться на столь ветреную даму как удача – неразумно. Не ставить стоп – это острая стадия заболевания мани-менеджмента, часто приводящая к смерти капитала. Но до наступления критической фазы у многих часто встречается хроническая форма. Если первый вариант – игра в безлимитный покер с рынком, то второй – его разновидность, но более долгая. Вы рубите хвост по частям. Часто решив, что это долго и мучительно, трейдеры решают не ставить стоп вообще, быстро переходя из хронической в острую фазу, а ее уже измученный депозит выдержать не сможет. Какой можем сделать из всего этого вывод? Во-первых, стоп нужно ставить всегда. Во-вторых, стоп нужно ставить в правильном месте. Если с первым пунктом все понятно, то во втором сейчас будем разбираться. Но вначале хотел вас спросить, как вы думаете, заработать на финансовом инструменте тысячу пунктов – это хорошо? Многие скажут, что тут думать? Конечно, хорошо. Зарабатывать всегда хорошо. Однако не спешите. Если вы заработали с риском потерять свободу, эта сделка мало привлекательна. Поэтому если вы заработали тысячу пунктов, но под риском было две тысячи, эта сделка также в конце концов приведет к потере депозита. Представьте себе, что вам предложили сыграть в такую игру. Если выпадет орел, вы зарабатываете в три раза больше, чем теряете при выпадении решки. Да, и за каждый бросок монеты берут комиссию. Стали бы вы играть в такую игру? Настоящие трейдеры ухватились за эту игру, понимая, что это не игра, а настоящая машинка по печатанию денег. Потому что, если бросить монету 100 раз, то, скорее всего, 50 раз монета упадет орлом и 50 решкой. Если подсчитать результат, то с учетом комиссии будет неплохая прибыль. Кстати, а какая минимальная комиссия сделает эти условия невыгодными? Подумайте и напишите в комментариях под видео. Хорошо, в этот раз, думаю, многие согласились играть. А что если условия поменять? Если выигрыш будет равен проигрышу, будете играть на новых условиях? Если скажете нет, вы правы. Смотрите, в таком случае, сколько бы вы монету не бросали, убыток будет только нарастать. А теперь представим, что монета кривая и орел будет выпадать реже, например, только 40 раз на 100 бросков. Вы стали бы участвовать на таких условиях? Правильный ответ? Скорее да, потому что даже при этих условиях вы будете в плюсе, хоть и небольшом. Это мы говорили про случайность. Но представьте себе, что вы сместили вероятность в свою сторону при помощи методов технического анализа. Тогда при соблюдении правильного соотношения прибыли к риску вы начнете серьезно зарабатывать. Сегодня мы разбираем, как правильно ставить стоп. А на следующем вебинаре вы узнаете, как оценивать потенциал прибыли. Приглашаю всех в четверг 17 сентября в 19 часов по Эстонии или в 18 часов по Москве на мой вебинар «Почему нельзя открывать сделку без цели». На нем мы поговорим о том, как определять цель в сделке. Итак, мы выяснили, что стоп нужно ставить всегда. И что при правильном стопе прибыль больше риска как минимум в два раза. Теперь разберемся, где правильно ставить стоп. А для этого рассмотрим третью группу ошибок – произвольный стоп. Если вы берете риск, например, процент от депозита, то для рынка это совершенно случайное число, и оно не отражает реальной ситуации на графике. Рынок не знает о вашем депозите и выставляя таким образом стоп, вы его ставите случайным образом, не следуя объективной реальности цены. Также ошибочно выставлять стоп, исходя из других жестких параметров, не учитывая графика. А как учитывать график и правильно ставить стоп? Об этом рассказал в своих вебинарах, посвященных Price Action. Ссылка на эти вебинары сейчас появится вверху. Для того, чтобы занятие было полезным, для тех, кто смотрит впервые и для тех, кто уже давно смотрит ролики, я решил сделать тест. Те, кто знает материал, смогут проверить себя, а кто смотрит впервые, получит краткий дайджест по правилам размещения стопов в фигурах теханализа. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд, это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать» на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Первый пример – вход на пробой флага в лонг. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда начинаем. Задача – сказать, на каком уровне – синим, красным или зеленым – правильно выставить консервативный стоп после входа в лонг на флаге. Если понятно, тогда начали. Кто выбрал красный уровень, поставьте себе плюс 1 балл. Второй пример – вход в шорт на откате с подтверждением. Приготовились – начали! Получилось очень хорошо. Кто выбрал синий уровень, поставьте себе 1 балл. Третий пример – вход в лонг на пробой треугольника. Готовы – начали! Определили? Хорошо. Если выбрали уровень зеленый, добавьте себе еще 1 балл. Четвертый пример – вход на пробой флага в короткую. Готовы – начали! Получилось определить? Отлично! Кто выбрал синий уровень, поставьте себе 1 балл. Пятый пример – вход в шорт на откате с подтверждением. Готовы – начали! Получилось? Хорошо! Кто выбрал красный уровень, поставьте себе 1 балл. Шестой пример – вход в лонг на пробой треугольника. Готовы – начали! Определили? Если выбрали синий уровень, добавьте себе 1 балл. Седьмой пример – вход в шорт на откате с подтверждением. Готовы – начали! Выбрали зеленый? Очень хорошо! Ставьте себе плюс и идем дальше. Восьмой пример – вход в шорт на откате с подтверждением. Приготовились – начали! Определили? Если выбрали красный уровень, очень хорошо! Добавьте себе 1 балл. Девятый пример – вход в лонг на пробой флага. Готовы – начали! Получилось? Очень хорошо! Кто выбрал синий уровень, запишите себе 1 балл. Мы на финише. Последний пример – вход в шорт на откате с подтверждением. Приготовились – начали! Получилось определить? Хорошо! А сейчас просуммируйте все баллы и подведем итог по тесту. Напишите в комментариях, сколько вам удалось набрать баллов с первого раза. Если вы набрали 2 балла или меньше – сделайте паузу, пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов – неплохо, но можно все еще внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8 – это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше – поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы смогли набрать в тесте с первого раза. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!